так ну что ребята всем привет что-то мне сегодня машина опять с утра с первого разу не завелась стояла может дождь так короче за заказ пятничный мне деньги так и не поступили но написано что до сегодняшнего дня до вечера поэтому до вечера ждем и соответственно потом придется писать поддержку в парк вот что она как-то трясется блин не нравится мне как она работает в общем короче говоря вот до вечера подождем если не придет значит будем писать потому что я не знаю в чем глюк почему они не поступили но вот пока написано что до сегодняшнего дня до вечера там посмотрим опять уже который день все вот в этих коэффициентах вот в этих вот не коэффициент а эти как они называются да 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 как розовое но мне кажется что это поскольку таксометр и для легковых и для грузовых то это скорее всего по легковой теме с октябрьской набережной далее на улицу самойловой и обратно на октябрьскую набережную без потери активности я не взял и решил по клиентскому предложению пробить сколько это будет стоить улица самойлова это туда в сторону волковки станция метро волковская девятьсот восемьдесят пять рублей сколько мать его вы чё охерили туда еще и обратно и девятьсот восемьдесят пять рублей минус комиссия и ты получишь семьсот восемьдесят пять рублей да нахрена это надо ребята так не годится плюс еще надо там кому-то звонить кто-то чего-то куда-то нет 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 эти промежуточные точки еще не туда нет нет такие заказы девятьсот восемьдесят пять рублей это ни о чем тысяча девятьсот восемьдесят пять рублей вот это было бы нормально а за 985 не жесть я чувствую что сейчас это как рванет на хрен просто а позади меня стоит тоже ну соседно как это человек здесь живет на ларгусе так что я чувствую что сегодня опять хрень какая-то ехать сейчас к леруа мерлену а чё смысл какой есть там человек не ну можно конечно попробовать доехать будет может чё я не знаю короче сейчас попробуем англируа мере но здесь нечего стоит ловить все равно это бесполезно он сзади меня стоит у него еще короб на крыше явно у него приоритет больше он еще доставка катается для машин много писет мне нам сейчас чувствую я придется валить домой потому что сейчас во первых это очень сильно ливанет и сегодня целый день обещают дождь во вторых там этот товарищ сидит и мы прям вот по клиентскому приложению друг на друге сидим и даже если прилетит какой-то заказ то прилетит он ему в первую очередь ехать час к леруа мерлену смысла нет простоишь сильный дождь у меня еще все запотеет в общем сегодня опять облом петрович вот буду ждать до вечера буду разбираться с деньгами которые не поступили да там чё как буду писать вот ну сказали до вечера я подожду до вечера там будет видно вот как-то так ребята да я вот когда вчера смотрел там блогера он у димона взял каблучок и да действительно я убеждаю что заказов по грузовому мало а маленькие заказы сжирают средние кузова им им приходит и по малому кузову тоже они сжирают и заказов как бы маловато ну я говорю что август это еще такой месяц как бы кто-то в отпусках кто-то где-то что-то поэтому как-то так играет со всей силы и дождь сегодня на целый день а хотя пишут прогноз погода слабый дождь какой нахрен слабый дождь посмотрите что творится сейчас это как за хреначит а мне еще надо магазин успеть я боюсь что я не успею по два дебила ладно сейчас готовым подойдем что ребята все-таки был прав прогноз погоды дождь оказался не сильным хотя были тучи у меня решил обратно вернуться посидеть пока там у подъезда поставил соседом вот и короче дождь прекратился думал посижу посмотрю еще может быть будет что этот уехал не знаю то ли он уехал совсем домой то ли ему прилетел заказ не знаю поэтому сидим пока ждем и сейчас меня пришло сообщение от авито но у меня сейчас другой аккаунт подключен я через почту смотрю как они меня все задолбали про зеркала а у вас зеркала все в наличии спрашивает меня какой-то дмитрий какой-то там у тебя по-русскому в школе была двойка что ли или что ли ты даты или ты слепой или дочитать не умеешь или что там же четко написано большими буквами в описании остались только два больших одинаковых мать твою ну как вы ну что люди не чита вот я говорю открывает объявление смотрят а это знаете как смотрю в книгу вижу фигу вот примерно тоже сам ну как так но в объявлении же написано остались только большие два одинаковых я специально написал большим шрифтом но у меня просто фото других нет и перефотографировать я не хочу но после сегодняшнего я так понял что придется наверно перефотографировать чем дурдом ну я потом в аккаунт перезайду я мучу скажу вы читаете вообще сообщение либо только картинки смотрят вот так что как то так так ну что хлопчики радостная новость мне перевели деньги за заказ пятничный как и обещали до вечера 8 числа денежку мне перевели время 5 часов я снова вышел на линию в общем утром ничего не было днем ничего не было я пошел сходил магазин приготовил покушать мы перекусили я вышел несмотря на то что пошел дождь но он такой мелкий буду сидеть может быть что-нибудь к вечеру и стрельнет потому что послезавтра мы едем на дачу я племяшка и и молодой человек на два дня вот но племяшка хочет отдохнуть у нее сейчас мини-отпуск такой и у молодого человека там график два через два вот и вот наверно в ночь погоним поедем на шкоде вот поэтому шкода тоже должна ездить надо быть единственным что выбираю мерлин купить баллончик краски и на даче я хочу покрасить домкрат вот все денежка пришла и я прям все у меня уже отлегло потому что я уже хотел писать поддержку но как и обещали денежки поступили поэтому друзья мои кто катает яшу неважно какой тариф если у вас написано что деньги поступит в течение трех дней там до какого-то числа не пишите в поддержку не надо писать поддержку и выносить ей мозг тем что там деньги не деньги ждите ровно вот этой вот этой даты сказано нас деньги придут все денежки мне на баланс пришли все так что что теперь сидим ждем мы посмотрим придет не придет говорят что к вечеру вероятность получить заказ больше даже я видел по ночам катают яндекс ну я не знаю по ночам кто куда переезжает маленькие тарифы на что можно ночью перевозить но может быть какие-нибудь маленькие вещи не знаю я всего думаю на средний кузов но понимаете ребят средний кузов все очень дорого ничего не купить и это во первых а во вторых там с услугой грузчика и вещи будут тяжелее то есть понимаете да то есть если даже здесь я по малому кузову приезжая у меня иногда бывают какие-то там столы и стулья они не то что не тяжелые а одному даже не взяться то есть кто-то с другой стороны взял мы бы понесли а так нет а люди этого не а люди этого не понимают они заказывают пишут грузчик а то что грузчику этот стол не утащить как у меня было вот с одной девушкой но благо она мне помогла еще не 50 рублей чайвы дала вот как бы ну все равно вот это конечно есть хорошо а что касаемо среднего или большого вообще кузова то здесь конечно если катать средний или большой кузов то надо короче указывать тогда грузчика и брать с собой какого-то человека который будет грубо говоря работать но опять же нужен такой человек который согласиться за эти деньги работа по что они есть за тренды как правило люди нанимают хануриков ханурика берут собой ему то какая разница ему на бутылку у меня вон сосед живет ему предложи за косарь в день с руками оторвет он будет дневать и ночевать будет правда будет машине амбре и неизвестно выйдет ли он завтра на смену потому что получив косарь он пойдет и сразу его пропьет но сам факт того что они смогут опять все в зоне коэффициентов но это я так понимаю не для грузовых многие блогеры говорят что это для грузовых коэффициенты нет это не для грузовых это просто для всех ну там легковые эти экономы прочего и приложение отопад всех так что как так ладно посидим подождем мы покушали насытый желудок гораздо приятнее вот посидим подождем не знаю я часика 23 посижу наверное ехать я никуда не буду это нет смысла зря только кота бензин а у меня бензин уже заканчивается как хорошо три дня подряд ездить и не надо заправляться вот поэтому посидим подождем придет придет нет ну значит тогда завтра уже попробуем завтра уже дождя не обещают пару дней я еще покатаю я надеюсь что завтра послезавтра заказывать все таки будут они как-то знаете днями ну видимо может быть кто-то там не заказывать или что я не знаю мне кажется что надо движуха начнется с сентября когда все пойдут в школу начнутся всякие там школьные эти и сама сама работа пойдет все там будет из отпусков и прочего мы посмотрим короче говоря пока вот так вот ждем артефакты в нижегородскую область сейчас открою коробочку и покажу вам так вот в такую вот коробочку из под старой зарядки я положил два брелочка вот брелочки сейчас покажу вам ребят значит они запутались вот это два брелочка газ газ вот этот брелочек я покупал на 21 волку я так мечтал о этом брелке я поехал в ретро деталь и там я купил для волги и он у меня висел на волге вот видите как а вот этот брелочек у меня висел на газели я покупал его тоже с папой в магазине волги нет газели нет брелки мне ни к чему а такой брелок сейчас стоит ну не дешево вот я продаю сразу два со скидкой уезжает это в нижегородскую область завтра надо отнести это на почту вот в такую коробочку я положу чтоб ничего не потерялось ничего заклею и отправлю и фью момент слейта так ну что ребята всем привет вчерашний день не принес никаких результатов только те что перевели мне денежку за тот заказ вот вечером я постоял пошел сильный дождь и я в машине уснул прикиньте ну потому что вот эта вся рутина плюс домашних дел очень много и что-то как-то я вчера так кимарнул и ничего не стояли один раз прилетел какой-то заказ на его тут же сразу отменили я даже не успел прочитать куда я уже хотел нажать поехать там долгая была поездка думаю хрен с ним поеду и в общем быстро отменили я даже не успел ничего посмотреть куда чего а вот в общем сейчас мы с вами едем на почту отправляем посылочку вот это вот брелки брелоки как правильно говорить брелоки вот а потом я зайду в супер банк и узнаю у меня заканчивается срок действия банковской карты мне надо сделать перевыпуск или там перезапуск как это называется я не знаю вот тоже зайдем узнаем и потом уже будем вставать на линию все помчали посылка едет в нижегородскую область к марии алексеевне вес 84 грамма два брелочки так что-то я тупанул у меня банковская карта в конце года заканчивается почему мне вдруг почему-то мне так прямо вот засело что в сентябре она должна кончиться нет так что с этим делать ничего не надо вот все посылку отправили уезжает она в город городец не знаю зачем мне эти брелки нужны мне кажется наверное у нее у кого-то есть волга и скорее всего наверное 21 да не скорее всего 21 потому что ну как бы зачем покупать брелок от 21 волги если тебя ее нет а может у кого-то из знакомых не знаю не суть короче мне самое главное что я отправил вот брелочки ну с исключением того газы которые на газели был он немножко такой ну в принципе в хорошем состоянии а этот так вообще новый он на волге меня висел домой так что это в принципе приемлемая цена все а теперь мы встаем на линию отсюда отходит какие-то междугородние автобусы интересно куда они идут вон видите какие-то люди с детьми я так подозреваю это вот куда-то туда в район душан б вот это вот судя по тому какие это автобусы какие там стоят люди это откана на какие-то в те вот в края куда-нибудь может таджикистан вот что нибудь мне кажется вот такое потому что обычно здесь нет таких вот маршрутов чтобы отсюда куда-то ехали что я вот вижу там стоят все вот не и за какой не национальности ну не знаю что-то типа вот узбекистан таджикистан душан б вот что-то такое вот мне кажется Может быть, наверное, отсюда они не ходят Я все время вижу, что здесь автобусы тусуются А куда, я не знаю Вот на первом, вот на этом зачуханном Написано Санкт-Петербург Дербент Это где-то в районе Дагестана, что ли Ну, я говорю, что куда-то в те края Потому что обычно тут как бы редко Когда что-то ходит, но народу много Но вот этот вот автобус Вот этот, который самый первый, тот еще получше Выглядит, а этот прям Помойка-помойка, и от него так воняет Дизелем Она вся гнилушка, я не ощущаю, как он Тут и доедет вообще, и доедет ли Ну, наверное, раз он не первый раз Он доедет, конечно, но я Честно говоря, уже не видел вот таких вот Автобусов, которые на такой дальняк ездят Ну, это как бы, ну, опасно Мало ли чего, так вот дороги и что Тот-то еще получше автобус сетровский Который, а этот что-то, не знаю Ну, вот, собирается, видите Значит, можно отсюда уезжать Кому надо, в Дербент, пожалуйста Но маршруты Ой, расписание, я не знаю А здесь место сбора при эвакуации А при эвакуации откуда? С торгового центра, так что-то далековато Вон торговый центр, а вон Странно даже Смотрите, зачем я еду За кем, вернее В 21-я Волга голубая Какой кайф Ну, она, конечно, установла А перед этим ехала С этой стороны тоже 21-я Но этот самый Корч переделанный Она долго продавалась, по-моему, еще продается Блин, кайфовая она Вообще супер Ух ты, вот это да Блин, за такой даже приятно ехать Класс вообще Вот эта машинка О, супер Вот на такой бы, да О, красота Ё-моё Супер Ребят, машина просто супер Смотрите, какая она Просто огонь Видно, что она Бампера вкрашенные Видимо, они ржавые И решили просто бампера покрасить Блин, супер Поворотник моргает Видите, как Типа моргает Ну, вот дедушка смотрит по приборам На такой машине ехать Надо только по приборам смотреть Блин, какая она кайфовая Сейчас я вот так вот сделаю Будет не держать О, вот так вот Чтоб не палим на особо было Прокатимся за Волгой Все равно заказов нет Хоть получим удовольствие Блин, как я кайфую Да, вот такую можно взять В принципе, там Ну, она такая Видите, тоже состояние Не ахти, конечно, какое Прям не музей Но все равно Блин, здорово Класс О, звуки, звуки Звуки какие Сейчас дедушка поймет, что мы за ним тащимся Эх, красота какая О, супер Огонь просто Блин, я такой кайф получаю Просто вот я еду за Волгой И я получаю реальный кайф Прикиньте Ну, это вообще Это просто я говорю Что я болен техникой перед Вообще просто такая Сейчас дедушка скажет Какого-то хрена за мной Тут все ездят А, тут у нас вторник Тут у нас парковаться нельзя Куда он поедет Сейчас поедет во двор Точно скажет Блин, все ходят, фоткают Блин, классная вещь Классная вещь За такой можно и поездить Сейчас дедушка скажет Какие-нибудь бандиты За мной едут Видите, как все обращают сразу внимание Сразу причем Суперская Она, видите, медленно едет Но все равно Да Ласточка, конечно Огонь За такой машиной не грех прокатиться Куда он поедет Наверное, во двор куда-нибудь Встал Тут где-то ищет Наверное, адрес не будет Не может найти Взоряете, со звездой Он поехал Сейчас посмотрим, куда он поедет Сейчас я закрою Выйдем, посмотрим, куда он поедет О! Да, она со звездой Первой серии Класс! Ребята, класс! Ну, он уезжает Он, наверное, куда-то Перепутал Ну, да Такую машинку, конечно, ребят Супер Вот я первый раз такую у нас на районе вижу И она ездит, прикиньте Куда он поехал? А, он поехал туда В новые эти Новые районы Я решил дойти все-таки до этой Волги И поближе ее разглядеть Сейчас сфотографирую ее Да, прикиньте, какая Ну, такая себе Вон перчатки валяются Салон коричневый Да, это первая серия Самая дорогая Видите, она и со звездой И с оленем И с логотипом И совсем-совсем-совсем А он свет не выключил Фары горят Эх, аккумулятор посадит Да, но она свежепокрашенная Ну, такое состояние Вот этой Волги Состояние, ну, рублей 250 Вот так Ну, можно взять такую Ну, в зависимости еще от того, как она ездит А, он на Фортуне был Значит, я его на Фортуне вроде не видел Я вроде на Фортуне его не... А, да, фары не выключил Блин, огонь машина Надпись Волга Бамперафт выкрашена Ну, потому что, видимо, сейчас перехромировка стоит очень дорого Блин, кайфовая тачка Жалко, конечно, что я такую продал, но Резина родная Резина Волговская Блин, огонь машина Сразу говорит, смотри, какая машина, мама То есть он Он даже понимает, что это какая-то... Ну, он маленький, но он понимает, что эта машина старинная И что она крутая, прикиньте Только что фары не выключил Может, аккумулятор высосать На старых машинах надо аккумулятор Это на свет все выключать Потому что быстро, может, моментально все высосать Короче, я так понял Там за рулем дедушка То ли грузин, то ли армянин В общем, ну, они любят такие темы Классная тачка, ничего не скажет Парняги бегают возле нового дома Там, им надо во двор, там детская площадка Извините, дяденька, а вы нам не откроете двери? Я говорю, чем? А вы не здесь живете? Я говорю, я похож на человека, который живет в таком доме Они долго-долго подумают Потом я говорю, вот-вот и оно Я говорю, ничем помочь не могу Но вообще, по идее, я говорю, Волга смотрится шикарно Несмотря на то, что там есть недочеты И салон, конечно, такой немножечко Уже временем Но машина классная Вот хоть как Хоть так, хоть сяк И как бы, ну, все идут Все обращают внимание Все фотографируют Ну, те, кто понимает Тот, кому нравится Это вообще шикарно Это очень шикарная такая Волга Но она, понятно, что она не будет стоить сумасшедших Но она может стоить сумасшедших денег Просто потому, что это первая серия Вот самое дорогое в ней То, что это первая серия Была бы она вот в таком виде Там второй, третьей серии То она бы вообще ничего практически не стоила А вот в таком, конечно, она Очень хорошо Да, что-то как-то с заказами Глухо Я говорю, если уже у меня сосед приехал А время еще только три часа Ну, он, я так понимаю Он не здесь катает Он где-то в другом районе выкатывает Я так понимаю, он девушку куда-то утром отвозит Видимо, и там в районе в каком-то катает И вот, видите, уже три часа было И он уже приехал Значит, видимо, это говорит о том, что заказов нет И тут не надо никаких махинаций с приложениями Тем более, что программка меня видит Вот, поэтому это просто, видимо, никто не заказывает Никто никуда не едет Обстоятельства Я сегодня продал брелки от Волги От 21-й И ГАЗ с логотипом ГАЗ, да И мне попалось две 21-й Волги Один Корч Сделанный на базе 21-й Волги И он там в салон переел Она укорочена Она сделана на купе Она продавалась Не знаю, сейчас продается, нет И вот 21-й Волга Прикиньте, какое вот все-таки стечение обстоятельств Вот так вот Я за всю свою... Ну, я очень редко когда Здесь раньше жил мужичок на 21-й Волге Он ездил на ней на рынок А сейчас не знаю То ли мужичка уже нет То ли он переехал То ли что, я не знаю Но вот у него только была такая уже цвета Волга Но не первой серии А вот сегодня первый раз я видел Прикиньте, вот такое стечение обстоятельств Брелки отдал И Волга тут же Ну, я сейчас так, конечно, подумал У меня опять вот эти порывы такие Эх, Волгу Не, ребят, нет Волгу нет Во-первых, запчастей нет Обслуживание Сейчас редко кто это делает будет Я сам Сами понимаете И как бы нет Вот копейка самый оптимальный вариант Она и по размерам влезет в гараж А так вот, если что И куда Волгу девать В мой гараж Мне кажется, она не влезет Мне так кажется Но если влезет, то впритык И даже двери не откроешь Поэтому нет Это все порывы Это все чисто просто посмотреть Полюбоваться Но содержать это все, конечно Даже вот в таком виде Купить машину Ее все равно надо содержать Там надо, как папа говорил Постоянно что-то смазывать Какие-то там шестеренки Не шестеренки Это все нет Это все Это чисто просто как кажется Что как игрушка А правильный скалоретаринбаза Нужно понимать Сколько у вас бюджет И что вы хотите И сможете ли вы это содержать Поэтому я отдаю себе отчет У меня уже была Волга И те парни, которые ее купили Я так понимаю Что тоже не быстрый вариант Ее восстановить Поэтому чисто просто любоваться А нам надо, что попроще Наконец-то мне прилетел заказ Заказ Ёхай да Сколько я сидел Крыленка 3 Все, едем Велик на эвакуаторе заберут Встал перед пешеходом Короче, едем на Лидовский 74,723 рубля Ну, 600 рублей Там, 600 с копейками получим Ну, лучше, чем стоять целый день А там, может, в центре что-нибудь хапанем Посмотрим Вон они, видите, хапают Отовсюду, везде Вот понастроят человейников А потом хапают Что не припарковаться нигде Ладно, все Заказ уже пошел Уже хорошо Уже хорошо Смотрите, какая плывет там Речной этот Трамвайчик Надо еще будет где-то потом перекусить Ребят, я кушать хочу уже Ну, это там где-нибудь Вот она, какая пробка Уже ехать Надо обратно не ехать Кстати Я сегодня опять видел Ну, не опять А сегодня я видел папину машину Во дворе стояла Ну, не во дворе, а мимо приезжала В общем Вот, ну, не всегда будешь это помнить Вот такие моменты Вот так вроде не вспоминаешь А его вот машину Лично его машину увидел Она в идеальном состоянии В отличие от других рабочих И прям вот опять накатила Ну, ладно Он тут с этой стороны как-то все застраивается Е-мое Удали бы нам здесь квартиру И спросите, пожалуйста А то сказали Реновация снесем А вас это самое Куда-нибудь там на окраины поселим Мурино Нахрена мне это Мурино надо Шушары эти Парнас Зачем он мне нужен Парнас Я не живу на Парнасе Мне там как бы Не, 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 не это самое Вот моя тетя там живет Ей нравится Так она всю жизнь там В том, в тех районах жила А я-то что? Я всю жизнь здесь прожил Здесь моя малая милая родина Не хочу я никуда Ладно Заказ завершен 617 рублей чистыми Ну, минималка И добавят мне еще бонус Потому что заказ 1200 Ну, 800 И к 800 Получается Ну, 300 рублей Мне еще сверху капнуть Ну, нормально Все, едем, короче В сторону Моста Александра Невского А там посмотрим Вот зачем придумали Вот это автобусникам По трамвайным полосам ездить Тут не понимаю Ладно Едем Сейчас спускаюсь с моста Поворачиваю Мне женщины на перекрестке У тебя, говорит, какая-то херня Сзади отвалилась Я говорю Я ничего не слышал Я остановился Вышел посмотреть Что там ничего нет Чего мне там могло отвалиться Может быть, что-то из-под глушака Оторванного Что-то выпало Но я бы услышал Звука сильного такого Никакого не было Может, это не от меня Может, ей показалось Но я посмотрел Там ничего нет Там все нормально Я под низ залез Только коленки испачкал Не, все нормально Прилетал мне заказ Куда-то на ипподромную улицу Репериулок Я не знаю, где это Я пробил испытателей Да ну нахрен Вы приколисты По деньгам это будет 900 рублей минус комиссия Нет, 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 нет Нереально Пошел весь зад Обсмотрел Под низ залез Все вроде на месте Что там могло отвалиться Может, ей показалось А может, это не с меня отвалилось Наверное, это не с меня отвалилось А ей показалось, что с меня Ну да ладно А этот автобус, смотрите Так и стоит Тот уехал Насобирал А этот что-то Вот думаю Сейчас дилемма Пойти, что ли, пока перекусить И потом опять встать на линию Наверное, мы сейчас так и сделаем Упры Времени 6 час Там сейчас будет такая задница А по деньгам это будет 845 рублей Вот я даже сейчас пробью По клиентскому приложению И посмотрю, сколько это будет По деньгам Вот просто, элементарно Сейчас мы с вами в прямом эфире посмотрим Отсюда буду громовывать Рядышком здесь Поэтому Сейчас посмотрим, сколько это будет По деньгам Так Значит Куда едем? Бугры Так Бугры Сейчас Бугры А еще Это еще и Всеволожский район А может это не Всеволожский район Бугры А нет Ну да Доставка 995 рублей Еще прикиньте Стоил 1100 И что 995 Минус комиссия 715 рублей Да нахрена оно мне это надо Я бензину Истрачу больше Нет, ребят Нет Подождем что-нибудь другое Я понимаю, конечно Что Не до жиру Но такие заказы Брать это невыгодно Ребят За 700 рублей Я вот сейчас приехал За 615 До Лиговского проспекта Но это Лиговский проспект А Бугры Это в хреново А потом не обратно Бендюхать туда В такую пробку Нет, ребят Я Подожду Может еще что-нибудь прилетит